У нас сегодня будет уникальная возможность поучаствовать в благотворительном аукционе, вырученные средства от которого пойдут на помощь прекрасным детишкам, которые есть некоторые недуги и, соответственно, болеют онкозаболеваниями. Впрочем, объяснять, зачем в этот выходной вечер в ЭК-клубе собрались люди, не было необходимости. Вырученные средства за несколько картин, проданных на этом необычном аукционе, пошли на закупку лекарств, гигиенических средств и специального питания для детей, которым был поставлен страшный диагноз – онкология. Наш фонд в этом году отметит свое шестилетие. Началось все с того, что я со своим ребенком попала в онкологию, и спустя почти год лечения мы выписались оттуда и решили поехать с праздником. Это было как раз 1 июня на носу. Мы приехали просто волонтерами с подарками, с аниматорами в отделение. А уже в августе мы учредили официальный фонд, и вот 6 лет уже работаем. Благотворительный фонд на здоровье детям вот уже несколько лет несет добро и надежду. Организуя сбор лекарственных средств, его волонтеры приезжают на специальном автобусе по улицам города в дома, объединяя всех, кто хочет внести свой вклад в скорейшее выздоровление детей. Многие работники фонда не понаслышке знают, что такое онкология. Не секрет, 85% онкологии лечатся, и 25% умирают. Умирают у нас в отделении. К сожалению, тоже так случается. Помощь есть, помощь конкретным пациентам, помощь нашему отделению. Спасибо им большое. Буду очень рада, если вы им окажете помощь и станете добрыми друзьями. На благотворительный вечер пришли художники, чтобы присоединиться к работе фонда детям на здоровье и найти новых авторов искусства добра. Одна из работ у нас представлена, где нарисована балерина, и называется она «Мечта». И другая наша картина, эта картина называется «Дочь-жизнь». Как правило, все считают, что природа – это мать, а дочь является ее жизнью. Она вдохлена в нас, в нашу природу. И вот такой немножко посыл к данному мероприятию. Благотворительному фонду постоянно нужна помощь, волонтеров, аниматоров, ведущих мероприятий, а также автомобили для доставки помощи по адресам. Сегодня фонд сотрудничает с несколькими волгоградскими производителями, и эта работа налажена. Очень остро стоит проблема помещения, где можно было бы складировать собранные вещи, сортировать их и потом выдавать. Развозы по различным отделениям больниц нашего города, оспис наш волгоградский, онкология волгоградская, инфекционное отделение многие у нас есть. Есть отделение, где отказнички у нас. То есть постоянно мы в разъездах, нам колеса нужны как воздух. Найти нас можно в соцсетях. Благотворительный фонд «Детям на здоровье» можно найти нас на сайте www.deteamnz.ru. Не пугаться, сайт у нас немножко подзапущенный, потому что, к сожалению, человека, кто мог бы везти нам его регулярно, но у нас тоже нет, и мы тоже его ищем. Волгоград, Волжский, Средняя Ахтуба, Краснослободск объединились и оказали помощь подопечным фонда. Это пациенты детского отделения Волгоградской областной клинической онкологической больницы, детского отделения Волгоградского областного клинического хосписа, Волгоградского областного специализированного дома ребенка. «Ангел добрый, он будет с тобой, пока будешь мужать и расти, Будет он тебя нежить, качать, наклонясь колыбельные петь, Будет крепко груди прижимать». В аккаунтах фонда вы найдете много историй, которые без слез читать невозможно. И даже несмотря на то, что работать в акциях фонда очень нелегко, в первую очередь эмоционально, его активисты верят, онкобольных детей будет все меньше, если этого захотят больше людей. Татьяна Крючкова, Роман Миколенко, телеканал Волгоград-1.